Здравствуйте! Сегодня я, Ольга Белозерцева и мои коллеги познакомим вас с последними новостями города Латкарина в этом выпуске. Ремонт и теплосетей и дорог города. Новые успехи латкаринских каратистов. День защиты детей в Латкарине. Отчетный концерт фитнес-клуба «Стекс» и детский праздник в парке Дворца культуры «Мир». Театр танца Винцере стал лауреатом международного хореографического конкурса. Новости спорта и многое другое. Рабочая неделя в администрации города началась с поздравлений. На оперативном совещании чествовали латкаринских каратистов. За квалифицированную подготовку команды города Латкарина по карате, добившейся высоких результатов на чемпионате Европы, проходившем в Сербии, глава города отметил благодарность у тренера Игоря Шурмистрова. Также отдельные благодарности получил каждый из членов команды. Бронзовые и серебряные призеры и победители в своих категориях. Александр Киселев, Никита Козлов, Данила Никитин, Остап Пушков, Иван Фомин, Эдуард Скореченко, Кристина Шурмистрова, Иван Илюхин и Норик Степанян. В этом году 27 раз звучал гимн России и стали почетом. Когда наши спортсмены из города Латкарина, 7 медалей в город Латкарина привез в горную Россию на чемпионате в Сербии и Великой. И когда наши спортсмены выходили и гимн звучал, и все наши дети пели, тогда хотелось плакать. Мы благодарны за то, что глава города идет современно в ногу с нашими спортсменами. Благодарим его за нашу поддержку, за вашу поддержку, а то, что он всегда помогает. И вам в соревновании будет опять. Глава города и тренер особо выделили юного каратиста, победителя многих соревнований, трехкратного чемпиона Европы Данилу Никитину. Я хочу выделить, извините, Никитин Данила, мы с ним поспорили, но дело в том, что он потрудился и он стал трехкратным чемпионом. Официально пить, извините, в Таланге, когда ему было 9 лет, он стал первым. В Париже он стал первым, в Сербии он стал первым. В своем возрасте сейчас 11 лет, и в 11 годах он стал первым. Поэтому у нас про каждого можно сказать отличница, отличник, отличник, отличник. Благодаря нашему образованию, благодаря тому, что люди, которые видят, что наши дети могут за счет этих людей удерживаться. И поэтому благодарность всем, кто здесь присутствует, кто помогает и кто дает образование, а уж физическую подготовку мы можем как-нибудь вместе организовать. Успехи латкаринских каратистов поражают. Год от года копилка достижений наших спортсменов пополняется во многом благодаря именно их стараниям. Глава города пообещал уделить особое внимание развитию этого вида спорта в нашем городе и обеспечить им достойные условия для работы. Продаются дома из оцилиндрованного бревна, разной планировки, площадью от 125 до 200 квадратных метров. В Ступинском районе, деревня Большое Скрябино, Оксининский сельский округ. Категория земли и землепоселений для ведения личного подсобного хозяйства с возможностью прописки. Участки по 12 соток, на участке электричество, скважина, охрана. Круглогодичный подъезд ведется строительство газопровода. До Московского Большого Кольца 6 километров. Возможно строительство по проекту заказчика и продаже незастроенных участков. Глава города Евгений Серегин принял участие в недавнем выпуске передачи «Прямой разговор» на телеканале Подмосковье. Речь шла о проблемах ЖКХ в Московской области. По словам главы города, в работе Латкаринского ЖКХ гораздо больше плюсов, нежели минусов. Хотя не обходится и без последнего. Наши корреспонденты попытались разобраться. Темой программы стала работа жилищно-коммунального хозяйства в городах Подмосковья. Обсуждали ситуацию в Клину, Котельниках и прочих городах. Когда речь зашла о Латкарине, губернатор назвал наш город образцовым. Вот у нас Латкарина, в общем-то, образцовый город. У нас есть структура работы и обслуживания жилищно-коммунального комплекса. И в основном у нас все учреждения муниципальные. Муниципальные предприятия. Вода, канал, электросеть, теплосеть. То есть вы жестко контролируете? И МУПДЕС. То есть служба единого заказчика в управлении домами. То есть здесь, о чем говорили котельники, у нас такого нет. Разумеется, достичь образцовых показателей не так уж легко, признаются латкаринские коммунальщики. Сегодня практически во всех частях города заменяют дорожное полотно. Несмотря на привычное мнение о российских дорогах, строители уверяют, в этот раз все делается на совесть. Сначала кладут первый слой крупнозернистого асфальта. После чего уже на ровную поверхность кладется еще один слой. Нижний слой у нас КЗ, но это крупнозернистый асфальт в бетон. Это для нижнего слоя. Ну вот, только сегодня на нижний слой уйдет у нас где-то тон 600-700. Ну, как пойдет. А верхний слой уже с мелко зернистого Б2 для специально верхнего слоя. Ну, тоже где-то 600-700 тонн. Общий слой двух слоев будет 12 сантиметров. Начало июня – традиционный период отключения горячей воды. В этом году ее не было три недели вместо положенных двух. Но такая задержка вполне оправдана. Изношенные трубы, изготовленные подавно устаревшим технологиям, меняют на новые, отвечающие всем современным требованиям. На данный момент мы уже поменяли два котла, отремонтировали ЗИО-60 на Котельной Петровской. Сейчас занимаемся ремонтами теплотрасс и горячей водой. Производим ремонт. Мы сейчас по горячей воде меняем трубы на изопрофлекс, у которых срок службы идет, как завод-изготовитель гарантирует, 50 лет. По горячей воде они более дольше служат, нет тепловых потерь, и в работе они удобнее, поэтому их ставим. По отоплению, значит, мы меняем трубы на ППН или ППУ в изоляции. Происходит топливно-экономический эффект, ввиду того, что экономится газ, электроэнергия и вода, снижаются тепловые потери ввиду этого. Поэтому мы также перешли на эти трубы. Они дороже, но у них качество лучше, и, соответственно, есть плюсы свои. Время от времени в администрацию города поступают и жалобы от горожан, на которые там незамедлительно реагируют. Не так давно с подобной жалобой обратилась жительница одного из домов на колхозной улице. Прямо перед ее окнами выросло высокое ограждение, появился мусор от проходившей по соседству стройки. На место глава города выехал лично вместе с застройщиком, которого обязал навести порядок в установленные сроки. Надо забор снестить, здесь надо разровнять, расчистить. Тут просто надо навести порядок, прежде всего. Впрочем, о проблемных местах в городе в администрации знают не только из жалоб. Глава города регулярно проводит объезды. Во время одного из них во дворе гостиницы «Эра» Евгения Серегина встретили жителей, которые также столкнулись с неудобствами от соседней стройки. Смотрите, вы считаете, вот эта лестница, даже на год, нормально? Нормально. Магазин «Ашан» сейчас строится. Да не надо мне магазин «Ашан». Здесь походили бы. Вот девочки, вас устраивает эта лестница? А нас устраивает. Очень так тихо. Не спускалось. Ну это тепло. А будет полно. Будет все. Полно будет все. Оттуда будете ходить. Там же мы оставляем эту дорогу. Мы сейчас временно закрыли, чтобы переложить все тепло трассы. Как переложим новые дороги там. Можем ходить по прямой дороге. А зима у вас когда начинается? С какого месяца? С какого месяца здесь начнется? С этого месяца начнется. В сентябрю, чтобы была дорога. Вот здесь. Не самое первое решение задать. Ни один проект, ни одно разрешение. Ну переложим, а потом разрешение. И здесь у вас персонально заброды где? Ну они подальше от народа. Берете вместе, переделываете вот вещи. Хотя бы даже перила, стропила и все остальное. И просто по-наглому мне стоите в глаза, смотрите и говорите нормально. Я говорю, не нормально, не нормально. Берите, переделывайте. Гонять вас будут каждый день. А что за то, что вы сделали, один раз бы нормально. Детскую площадку. Какие проблемы здесь делать детскую площадку? Нам хотя бы песочницу. Так или иначе, жители сходятся в одном, что в городе ведется большая работа. По их словам, деятельность ЖКХ становится более заметной и качественной. Нам нравится. Не везде чисто. Ну, по крайней мере, центр весь чистый. Очень хорошо. Вновь цветов посадили. Это точно. Удирают очень хорошо. Дороги делаются отлично. Слава мэру. Красиво, становится уютно. Это очень хорошо, что сажают цветы. Это просто красота. ЖКХ хорошо стал работать, да. Без проблем вообще. Вызовешь электрику, придет прям хоть минут через 30. И сантехника также работает быстро. По сравнению, например, год-три назад было ужасно, конечно. А сейчас очень чисто. Да все изменилось. То есть, в принципе, и дороги стали хорошие. Ну, парк, как и чистый, хороший. Артем Колесников, Георгий Саркисян, Александр Тестов. Телеканал «Откари». Телеканал «Откари» представляет широкий спектр рекламных возможностей. От рекламного ролика до имиджевого видеосюжета. От бегущей строки до видеооткрытки. Телефон рекламной службы 8495-979-44-18. В пятницу, накануне Международного дня защиты детей, во Дворце культуры «Мир» состоялся первый отчетный концерт фитнес-клуба «Стекс». Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Здравствуйте, дорогие гости. Здравствуйте, мамы и папы, бабушки и дедушки, дяди и тети, братишки и сестренки. Здравствуйте, все, кто пришел сегодня на наш вечер. Для воспитанников танцевальных и спортивных коллективов фитнес-клуба «Стекс» отчетный концерт – это прекрасная возможность не только подвести итоги года, но и продемонстрировать свои достижения родным и близким. Впрочем, среди зрителей в этот день оказалось немало лапкаринцев, пришедших на концерт просто из интереса. А вы на кого пришли посмотреть? Нет, просто мы случайно увидели объявление около ДК и решили зайти посмотреть, не детей привлекать. Вот у девушки дочка выступает, а у меня сын. А вы где занимаетесь? Танцевальная группа, хип-хоп, дети, возраст от 6 до 8 лет, наверное. Давно занимаетесь? Ну, у меня ребенок недолго занимается, полгода, вот девочка занимается дольше уже. Сколько? Год? Два? Ну да, два года. Как детям нравится? Очень нравится, очень нравится, очень нравится преподаватель, очень нравится само действие, в общем, с удовольствием ходят. Как известно, на базе фитнес-клуба «Стекс» сегодня работает масса всевозможных кружков и секций – танцевальных и спортивных коллективов. В них занимаются дети самых разных возрастов, включая младших дошкольников. На отчетном концерте ребята показали все, чему они научились, посещая занятия в фитнес-клубе. Если нравится, хоть немножечко, вы похлопайте тогда. Слышно, тушька, два и тушька, я так, что вы не знали. Если нравится, хоть немножечко, если нравится, хоть немножечко, вы похлопайте тогда. Такое трогательное выступление юных танцоров не могло не понравиться зрителям. В числе первых на сцену поднялись участники коллектива эстрадно-спортивного танца «Дрим Тим», занимающиеся под руководством Светланы Деевой. Занимаются дети возрастом 7-9 лет. Сейчас проводится набор детей с 5 лет в младшую группу. Вы давно на базе СТЭКС работаете? На базе СТЭКС работаем год, с сентября 2012 года. Как условия оцениваете? Условия отличные. Главное, зал и станок. Нам, в принципе, больше ничего не нужно. Конечно, приглашаем не только детей и взрослых к нам заниматься. В СТЭКС прекрасные условия, прекрасные педагоги, которые отдаются полностью своей работе. Так что побеждем всех. Своим виртуозным выступлением сердца зрителей покорили каратисты, тренирующиеся в секции Сергея Бакланова на базе фитнес-клуба СТЭКС. СТЭКС МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ярким выступлением публику порадовали танцоры «Нью Стайл», руководит которым Надежда Афанасьева. Этот коллектив представляет в нашем городе новое прогрессивное танцевальное направление. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ярким 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Настоящей неожиданностью для всех зрителей стало выступление профессиональных спортсменов, бодибилдеров, чемпионов Европы и бывшего артиста цирка Дю Салей Олега Бакланова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ольга Белозерцева, Александр Тестов, телеканал Ледкари. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Принимай взрослые решения. Знай закон и стройся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Призы и подарки, клоуны и артисты, громкая музыка и, конечно, море детских улыбок. Так выглядит уже ставший традиционным ежегодный праздник, приуроченный к Международному Дню Защиты Детей. А ты знаешь, какой сегодня праздник? Да. День Защиты Детей, конечно. Ну, как думаешь, что это за праздник? Когда защищают пару права детей. Ну, только сегодня защищают? Ну, нет. Еще и завтра. Уже несколько лет компания Велком совместно с администрацией города отмечает вместе с малышами их праздник. В этот день парк Дворца культуры Мир на несколько часов превращается в настоящую сказочную страну, где нет места ни взрослым проблемам, ни тем более грусти или тоске. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня праздник, посвященный Дню Защиты Детей 1 июня. Совместно с администрацией компания Велком является партнером этого праздника. Приготовили детишкам от нашей компании небольшие подарки летние. Раскраски для деток, стаканчики, хорошие рюкзачки для похода в лес на озеро на нашем. Вот, собственно, занимаемся тем, что организовали для деток разнообразные аттракционы и хотим, чтобы их досуг был веселым, интересным. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, дамочки и господа. И господамочки. Это не дамочки и господа, это вареные сорбетки, кажется. Они еще и проснулись. Здравствуйте, вареные сорбетельки. Пузатые дифтельки. И раз вареные сорбетельки, два вареные сорбетелька. И вареные сорбетельки в кепочке. В этом году в программу праздника было включено приятное новшество. Помимо традиционной анимации, веселых ведущих, развлекающих детей и взрослых на летней эстраде, латкаринских малышей ожидала масса всевозможных конкурсов. За каждую одержанную в игре победу дети получали билетики, которые позже можно было обменять на призы от компании Велком. Ну, вот здесь надо сбрасывать палочками, ну, такие деревяшки палками надо сбрасывать. Ну, потом надо кегли еще шариками одевать, ну, там надо мятиком попасть в дырки. Ну, надо шарики прокатить, надо в крестике норики выиграть и домик собрать. Ну, Соня, скажи, сколько билетов уже выиграла? 14. 14? Да. А что ты хочешь получить в подарок? Не знаю, рюкзачок, наверное. Особенно хочется рюкзачок, конечно, потому что это очень выгодный подарок. Ну, уже собрали на рюкзак? Практически. Ну, кто-то собрал. В этом году, 1 июня, тоже здесь был такой праздник. Были на нем, нет? Да, были. Мы нет. Ну, этот, конечно, праздник, он лучше. Раскраски, стаканчики и, конечно, самые желанные в этот день рюкзачки. Компания «Велком» в общей сложности подготовила для ребят около 500 подарков. Впрочем, приятные впечатления от праздника в этот день остались не только у самих виновников торжества, но и у их родителей. Здравствуйте, а вы сегодня с детьми пришли на праздник? Да, с детьми. Много? С одним. С одним ребенком, да? А вы были раньше на этих праздниках? Да, в прошлом году что-то подобное было. Как ваши впечатления? Ну, вот сегодня нам понравилось, у нас ребенок подрос, и уже ему повеселее. В прошлом году как-то мы не поняли, нравится нам или нет. В этом году понравилось. День защиты детей отмечали не только у летней эстрады. Буквально вся территория парка Дворца культуры «Мир» излюбленного места отдыха латкаринцев оказалась задействована в праздновании. В парке аттракционов в этот вечер тоже было людно. По счастью, празднику сопутствовала хорошая погода, которая позволила латкаринским малышам вдоволь насладиться своим торжеством. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- имиджевого видеосюжета. От бегущей строки до видеооткрытки. Телефон рекламной службы 8495 979 44 18 8495 979 44 18 Очередная победа Лэткаренцев. Театр танца Винцера стал лауреатом первой премии Международного хореографического грантового конкурса Танцевальная ассамблея в Санкт-Петербурге Подробнее о событии в интервью нашему телеканалу рассказал руководитель коллектива Иван Шостаков. Дети у нас ездили с композиции Мы возили 4 композиции Это эволюция Может кто-то видел Мы ее выставляли на весенних капелях где они стали тоже лауреатами третьей степени Но к танцевальной ассамблее они подошли серьезнее подготовились И в общем-то выступили на достаточно профессиональном для детей уровне Были отмеченными и жюри и организаторами фестиваля и другими коллективами Затем возили Рождественскую Русь Это у нас немножко такой специфический номер Можно сказать направлен на духовно-патриотическую наверное тему И возили значит мы соло и дуэт Соло и дуэт у нас в городе еще мы не показывали Это была премьера у них Ну ребята справились Ребята справились очень здорово выступили И дуэт Дуэт был отмечен У нас девочки возили дуэт тоже Литвиненко Регина и Чапаренко Аня Вот Готовили дуэт Гармошка Очень такой веселый шуточный детский номер который наверное зажег там весь зал в общем-то Вот Они тоже к нему очень долго готовились С этого года мы пробуем первый пробный проект это детский танцевальный лагерь на базе Творца культуры Мерда Вот Мы с педагогами разработали очень такую интересную интенсивную программу Все сделано для того чтобы все-таки дети не разбегались как говорится а продолжали заниматься чтобы чтобы сохранить форму вот чтобы чтобы развивать какие-то новые качества такие как актерское мастерство игровую форму да там шуточные какие-то мероприятия т.д. и.т.п. в общем-то которые мы с ними будем делать Поэтому в общем-то вот первый год мы запланировали лагерь который начнет у нас работать с июня месяца В заключении тем кто хотят прийти к нам в коллектив и стать в общем-то нашей семьей да то могу сказать так да мы большая семья да у нас трудно да у нас тяжело вот да детям приходится через многое пройти но те дети которые проходят через это да те дети которые в общем-то совершенствуются их всегда видно их всегда видно и их труд всегда во-первых оправдан а во-вторых всегда награжден награжден не только преподавателями да но и в первую очередь родителями которые безумно их любят вот и еще раз говорю всегда подготовленных детей которые трудятся изо дня в день да ради какой-то победы да ради какой-то новой цели их всегда видно на фестивале и я наверное им всегда так говорю девочки вы должны танцевать так чтобы ни у кого не оставалось вообще даже мысли о том что вы не первые проще так говоря да то что у вас есть сомнения дать вам там какое-то место или не дать вот и они это понимают они стараются так как будто наверное последний раз в своей жизни выходит на сцену знаете спрашивал у детей такой задавал вопрос гордитесь ли вы своим городом гордитесь ли вы то где вы занимаетесь знаете все сказали в один голос да мы занимаемся Латкарина мы представляем этот город и то есть дети реально вернулись не только с улыбкой но и с таким удовлетворением наверное в душе да что вот они в центре внимания и они боролись за то что в нашем городе есть коллектив за то что в нашем городе есть таланты которые готовы покорять новые вершины и в общем-то как говорится вот вы знаете вот там на карте есть город Латкарин это мы вот это здорово в общем-то отдел полиции по городскому округу Латкарина приглашает на работу сотрудников полиции обеспечению форменным обмундированием возможность получения бесплатного среднего специального и высшего образования в учебных заведениях системы МВД бесплатное медицинское обслуживание в поликлинике государственного управления МВД России по московской области карьерный рост ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 суток зарплата сотрудника патрульно-постовой службы от 33 тысяч рублей зарплата офицерского состава от 43 тысяч рублей обращаться по адресу городской округ Латкарина улица Ухтомского дом 30А контактный телефон 8495 552 0408 8 926 007 0803 и 8 926 007 0804 А сейчас новости футбола рубрика футбольное обозрение с Романом Завьяловым представлена при поддержке компании Старатели 20 мая состоялась первая домашняя клубная встреча первенства Люберецкого района среди детско-юношеских команд по футболу в гости к Дюше Латкарине приехала команда «Звезда-2» из города Люберцы Сначала играли средние юноши 2000-2001 годов рождения Латкаринцы вели со счетом 2-0 но либерчане собрались и догнали наших В итоге ничья 2-2 В нашей команде голы забили Евгений Маркелов и Данила Алексеев После средних играли старшие юноши 1998-1999 годов рождения В этом матче преимущество наших футболистов было подавляющим Уже на первой минуте гол забил Никита Лежнев который впоследствии забил еще три гола сделав футбольный покер Также по голу забили Юрий Куликов Николай Горячев Данила Бунич и Керим Мавсунов Заканчивалась встреча матчем самых юных футболистов Мальчишки 2002-2003 годов рождения продемонстрировали достаточно слаженную и взрослую игру Быстрый пас подключение из глубины прессинг дриблинг Все эти приемы показали в своей игре юные латкаринцы И заслуженно победили со счетом 9-1 Голы забили Данила Поляков 4 Данила Юкин 2 Сергей Гришкин Никита Афанасьев и Георгий Сафонов Молодцы так держать 3-го июня в Сенюльпале Болистов на первенство Леберецкого района В гости к Дюше в Калеткарина приехал ФК Краскова Первыми играли средние юноши и победили со счетом 4-2 Два гола за нашу команду забил Данила Алексеев и по одному Александр Титов и Александр Ванскус После играли старшие юноши В этот раз игра у наших юниоров не заладилась и они проиграли со счетом 0-6 28 мая четвертый тур первенства Леткарина по футболу завершался матчем команд Альянс Набережная и Титан Игра складывалась достаточно ровно Преимущество в первом тайме переходило от одной команды к другой но счет так и не был открыт Во втором тайме счет в матче смогли открыть футболисты Альянса Штрафной в ворота Титана великолепным ударом забил Александр Еремеев и вновь футболисты Альянса побежали в атаку и были вознаграждены за усердие Гол забил Александр Никифоров Но Титаны проявили характер и смогли отыграться сравняв счет за 5 минут до конца матча Два гола забил Алексей Быстров Матч закончился в ничью 2-2 31 мая на стадионе Полет прошел первый матч пятого тура первенства города Встречались команды Старатели и Ниц ЦАМ Футболисты долго не могли открыть счет Но все-таки первый гол в матче забил игрок команды Старателей Андрей Митусов который в дальнейшем отличился еще раз А дальше оборона Ниц ЦАМ посыпалась и в итоге пропустила 8 голов Хочется обратить внимание что во втором тайме игра в атаке у команды Ниц ЦАМ смотрелась по мнению экспертов в нашей редакции значительно интереснее У Старателей по два гола забили Андрей Митусов Артем Новичков Андрей Потапинков и по одному голу Владимир Бардышев и Сергей Папиров 8-0 победили Старатели 3 июня в Латкарине был день большого футбола В первенстве города встречались сильнейшие команды последних сезонов Брико и Кристалл Зос В первом тайме инициативой владели футболисты команды Брико но забить не удалось ни одной из команд В середине второго тайма после удара Евгения Полянского судья Дмитрий Старостин засчитал гол в вороту команды Брико в достаточно сомнительной ситуации и счет стал 0-1 Кристалл начал играть по счету и тянуть время а Брико соответственно лезть вперед в одной из атак в штрафной площади ворот были нарушены правила против Сергея Птицына и назначен пенальти в ворота Кристалла который реализовал Виктор Букиевский поставив рекорд этого перенства забив четвертой игре подряд итоговый результат матча ничья 1-1 4 июня на верхнем поле стадиона Полет сезон открыли ветераны футбола кому за 45 лет ФК Лэткарина принимал команду звезда из города Люберцы наши футболисты сразу захватили инициативу и забили гол уже на первой минуте матча уверенно забивая голы по ходу всей встречи наши ветераны победили со счетом 8-0 молодцы компания Старателей по футбольному отметила день рождения 1 июня в спорткомплексе Спартак в Сокольниках состоялся мини-футбольный турнир посвященный 21 годовщине компании Старатели в турнире приняли участие 20 команд представителей компаний-производителей строительных материалов команды разбились на 4 группы каждой команде давалось 2 тайма длительность которых составляла 8 минут в финал вышли команды Старателей и Алутек со счетом 3-1 победила команда Старателей поздравляем лучшим нападающим турниром признан Владимир Бардышев призы победителям вручал бывший игрок московского Спартака и сборной России Александр Филимонов к вашему вниманию турнирная таблица первенства по состоянию на 5 июня а также список лучших бомбардиров первенства города Латкарина по футболу выражаем благодарность компании Старателей за помощь в съемке рубрики футбольное обозрение Александр Тестов Борис Геласимов Роман Завьялов телеканал Латкари На этом у нас все Познакомиться со всеми нашими выпусками оставить свои комментарии и пожелания вы можете на сайте www.latkarinodefistv.ru Смотрите нас на телеканале Подмосковья каждую среду в 20.00 и каждую субботу в 14.00 В студии была Ольга Белозерцева Всего вам доброго Редактор субтитров А.Семкин